Микс Ньюс Добрый день! В эфире передача «Встретились, поговорили» Я ведущая Евгения Шафрана Помогает мне сегодня звукорежиссер Родион Золотарев И у нас сегодня музыкальная передача У нас сегодня в гостях Вера Масаэлян Это солист группы «Алоэ Вера» Которая буквально через два дня выступит у нас в Реге Доброе утро, Вера! Рассказывайте, где вас можно будет услышать вот прям вот сразу Так, это будет фестиваль «Ботаника» Я знаю, что сейчас организуется здесь фестиваль И будет несколько российских групп в течение весны и лета выступать в Риге И какое-то такое странное название «Вэв-квартал» Вот как-то так Это уже вы мне подскажете, где это находится «Вэв-квартал» Да, и что вот там есть какой-то прекрасный малый зал, в котором мы будем Я еще там сама не была, я видела только фотографии Фотографии одобрила, мне все нравится И это вот мы впервые будем на этой площадке При том, что мы уже три года приезжаем в Ригу Поэтому для меня, для самого это тоже сюрприз Удивление, очень интересно, как все будет А что, если бы фотографии не одобрили, вы бы сказали, не буду я здесь петь? Я бы сказала, а давайте тут тогда цветочки поставим Вы вообще капризный исполнитель? Я думаю, что нет, потому что мне не перед кем капризничать Мы обычно сами организуем концерты Мы сами всегда сотрудничаем с нашими организаторами То есть нет такой истории, что вот, знаете ли, у нас такой райдер Давайте нам предоставьте вот это У нас одна цель – сделать хороший концерт совместно Вообще в каком... У нас звонок Давайте попробуем прям сразу Ничего себе Алло, добрый день Говорите вы в эфире? Кто-то испугался с нами разговаривать Но в любом случае, 6721-2939 6721-3939 Если хотите, присоединяйте, задавайте свои вопросы Мы всегда рады Вера, в каком стиле вы исполняете? Мне нравится это слово «исполняю» Сложно сказать, но, наверное, это танцевальная музыка Потому что я много читаю стихов При этом у нас какие-то и танцевальные рифмы А если мы захотим, то у нас там будет и рок, и всё что угодно Но я бы назвала, наверное, себя поп-музыкой Но вообще из того, что я слышала Во-первых, свои стихи вы читаете Да Вот каково это – выйти и начать читать свои стихи? Не страшно? Наверное, я уже забыла вот тот этап Когда это было страшно Наверное, было То есть я совру, что это так легко даётся И даже сейчас, когда новые песни я приношу Это всегда очень волнительно Показать впервые То есть эту робость нужно преодолеть Но вот это ощущение восторга и счастья Когда ты слышишь, как это звучит Оно, конечно, этот страх позволяет побороть Это как уже в кино, да? А ты ляпай, но ляпай уверенно Это и называется точка зрения Да, да, это точно То есть бесстрашие, наверное, самое главное С чего нужно начать, если хочешь какой-то путь Но критика, критика, хейтеры, они же всё равно есть Они всё равно никуда не деваются Они наверняка подают свой голос периодически Я думаю, что вот это и есть взросление Когда ты вдруг понимаешь, что тебе действительно Всё равно на чужое мнение И от того, что им нравится или не нравится Это ничего не изменит в своей жизни Потому что, да, мне могут сказать Вы очень плохо поёте и очень плохо пишете стихи Но, понимаете, я по-другому же не умею И, знаете, мне так нравится плохо петь и плохо писать Что я, пожалуй, продолжу Ну, вообще, так себе реклама сейчас прошла, да? Ну, ладно Давайте споём тогда Как? А мне не говорили, я бы музыкантов привезла с собой А давайте мы вам будем Подщёлкивать Вы знаете, это как-то так всегда неловко Потому что, ну, то есть, как ты вдруг Вот ни с того ни с сего начнёшь петь песни Пою я хорошо, ребят Если кто-то не слышал То есть в этом сомнений нет Если хотите, могу, не знаю, стихи, что ли, вам прочитать? Давайте Давайте стихи Да? Давайте У меня есть ряд песен, которые написаны от лица мужчины Почему? Потому что, когда меня спрашивают А что вас вдохновляют? Я говорю, вдохновляют меня мужчины и другие интересные истории И очень часто песни рождаются действительно из каких-то переписок Из каких-то сказанных мне слов Просто они не умеют это говорить красиво А я за них это рифмую и говорю, как они бы могли Есть замечательная песня «Капитан» Я её очень люблю И впервые буду, наверное, читать как стихи Пока у нас там звоночки, я надеюсь, подходят Пока, да Ну, так мы их сейчас взбодрим стихами Да, поэтому этот стих нужно обязательно всем мальчикам выучить И вот работающе Я уже не по-детски пьян, мысли мои лихи Не пойму, тебе нужен я или лишь обо мне стихи Я хотел бы всё это слить, не множить свои грехи Но с тобой хочется вглубь, а не только верхи Я видел всё, голубые пещеры закинув, и склон гаёд бьют Меня нелегко удивить, это сложный, бессмысленный труд В каждой точке земли обласкают меня и нальют Но если ты рядом, пульсируют вены и бьют У меня жена хороша, в ней порода и стать Она умнее всех тех, кто делит с тобой кровать А ты глупа, как щенок, как деревенский простак Но я не могу ни продолжить, ни перестать И была б моя воля, я б безумил тебе подстать Ну, это речитатив прям Ну, вот это только часть Такой рыпачок Это только часть песни Это на самом деле песни, причём прекрасные И под неё можно даже танцевать Но вот так вот Вот такие темы и вот такая лирика Ожидает на концерте Давайте с банального Почему именно эта сфера деятельности? Почему не художник, но если уж в творчество тянет Почему не художник, тем более, что вы журналист Да, я журналист, но журналист это как раз-таки был компромисс То есть если уж родители не пускают в театральный Ну, то хорошо, я пойду на журналист А что значит не пускали? Сказали, всё, не пойдёшь, двери закрыли, ключ выбросили Ну, я думаю, что сейчас современные 16-летние ребята Они, конечно, гораздо легче относятся к таким запретам И вряд ли им можно сказать, ты куда-то не пойдёшь Когда я росла, когда мне было 16 лет И я жила в городе Нижний Тагил Ты ещё не чувствуешь такой свободы Что ты можешь действительно делать то, что ты хочешь И, конечно же, ты всё равно зависишь от родителей Они там тебя обеспечивают И вот эти слова о том, что тебе нужна профессия Тебе нужно что-то, что должно тебя кормить Сейчас ребята понимают, что они могут ввести свой аккаунт в Инстаграме И этим зарабатывать деньги У нас ещё не было такой возможности Поэтому, конечно, приходилось идти на компромиссы Я хотела в театральный Я тогда не думала, что я буду петь И у меня даже есть прекрасная история Когда я прогуливала хор в музыкальной школе И я помню, как я говорила Елена Станиславовна, ну отстаньте вы от меня Вы понимаете, я петь никогда в жизни не буду Мне ваш хор вообще не нужен Сейчас где-то улыбается Елена Станиславовна Я думаю, потирает ручки Потому что я метилась в театральный И я думала, что вот там мне будет хорошо Но как-то вот так вот всё завертелось И я оказалась именно на вокальной сцене И я очень рада, потому что я сейчас Вот у меня есть несколько спектаклей Я попала всё-таки в театр И в том числе как актриса И я поняла, что это не мой аквариум И я хочу обратно на свою сцену Где ты полностью владеешь ситуацией В одном из интервью вы сказали Что закончили журналистику, журфак Закончили, дали диплом родителям Сказали, вот оно и всё И уехали Ну, примерно так То есть в моей жизни ни разу не было Чтобы я где-то этот диплом представляла Там куда-то устраивала А само образование именно журналистики Оно не помогло, скажем, на сцене Или в создании песен, композиций Стихов написания и так далее Сложно сказать, я действительно верю в то, что научить Человека чему-то вот такому Научить писать Его абсолютно невозможно Сейчас я понимаю, что возможно Какие-то навыки рекламщика Умение подать информацию Возможно, вот это мне Дало моё образование И будем честны Я не могу сказать, что я взяла Всё, что я могла взять от журналистики Я училась не то, что плохо Но это явно было не то, что мне Было интересно Немножко верно отвалить Да, 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 да Поэтому, возможно, если бы сейчас Я окунулась в это Я бы гораздо больше взяла То есть, ещё два года назад Я говорила, что у нас плохое образование И сейчас я понимаю, что я была плохим студентом Это разные вещи Всё-таки, да, всё-таки Дело в ногах Хорошо, если мы вернёмся Всё-таки к музыке Она как бы трансформируется с годами Она меняется Радикально, может быть, меняется Потому что, ну, допустим Я не слышала всех композиций Начиная там с... Сколько, кстати, вы уже? Семь лет Семь лет Ну, за семь лет Там все композиции Конечно, не переслушаешь сразу Но в любом случае Люди меняются Вы меняетесь Вы взрослеете Вы зреете, да Становитесь более, наверное, мудрыми В каких-то моментах Музыка меняется? Музыка меняется Даже не то, что с годами Она меняется в течение суток У нас была вчера репетиция И сегодня мы будем играть Уже по-другому И это я точно не знаю То есть вы сейчас отрепетировали А концерт будет другим Да, концерт То есть, знаете, когда тебя спрашивают Когда был ваш лучший концерт И ты говоришь Следующий Следующий мой будет лучший Я знаю, что вот этот концерт в Риге Это будет лучший наш концерт Потому что так мы еще никогда не играли Как вот будет 10-го числа Это абсолютная правда Иначе это действительно, наверное Вот это удел вот этих вот кавер-банд Которые играют одно и то же Которые пытаются мимикрировать под что-то А у тебя есть полная свобода действий И ты действительно делаешь то, что ты хочешь Я сама не могу слушать наши альбомы Даже когда мы вот их только записали И прошла неделя Потому что я уже другая Я уже пою по-другому Действительно Я уже беру по-другому ноты У меня Знаете, иногда напишешь песню А позже понял ее смысл Это такое действительно бывает Ты вырос И эти слова выросли И ты говоришь Так вот как Поэтому очень быстро меняется Как на сцене вы Какая у вас связь на сцене? То есть, если мы говорим о том Что вы не мимикрируете Вы не особенно Репетируете Вот прям Каждую минуту вы не отрабатываете И при этом вы по-другому Потом выступаете Да, все равно А концерт отличается от репетиции Как вы на сцене Друг с другом взаимодействуете? Вот в том-то дело Что каждый день Смотрите, мы приехали сюда Казалось бы на гастроли Мы уже арендовали здесь Ребазу И мы уже второй день Будем репетировать Вот так проходят наши Гастрольные будни Потому что каждый день По три часа Ты учишься именно этому Полностью быть созвучными Друг к другу Чувствовать движение каждого Чтобы это Это было технически отработано И потом на это Ты мог делать любую эмоцию Вы подстраиваетесь под музыкантов? Или все-таки они подстраиваются? Я думаю, что там Нет вообще разговора о том Что кто-то может доминировать Это абсолютно единая Какая-то субстанция Что вокал Что я являюсь частью инструментов Инструменты Являются какой-то Это физическое ощущение Они вокруг тебя И ты внутри них Поэтому вообще нету речи о том Кто здесь ведет А если вы поругались? Выходят такие злые друг на друга Я такого не помню вообще За все семь лет наши Вы не ругаетесь? Нет Вы вообще существуете? Как можно не ругаться? Я понимаю, что Возможно на репетициях Какие-то Такие трения из разряда Почему ты не позанимался? А почему ты вот это не отработал? Но это не является Я даже не могу сказать, что мы поругались Это какой-то рабочий процесс И вы это отрабатываете И идете дальше То есть вообще я не помню Чтобы мы выходили на сцену Как с каким-то негативным отношением Друг к другу Я действительно искренне Не могу это вспомнить вообще Давайте про зрителей А-ля слушателей все-таки Вы серьезно не носите линзы, когда выходите на сцену? Когда как? Последнее время стала надевать Удивились? Ну вы до этого не носили Да Надо пояснить, наверное, для слушателей То есть Вера в одном из интервью сказала, что она не... У нее зрение минус, значит, там, три примерно Да-да-да Не будем вдаваться в детали Пусть будет минус три Она не надевает линзы в тот момент, когда выходит на сцену Чтобы не видеть реакции зрителей Иногда я действительно так делала Зачем? Я думаю, что... Знаете, вот я поняла, что, например, когда в метро еду Я там как в каких-то своих мыслях И я могу очень часто, очень прямолинейно и очень дерзко смотреть на людей Потому что я не столько сейчас смотрю на человека Сколько я смотрю внутрь себя И мой взгляд, он просто вот наружу Затупился, да Так выдается И когда я надела линзы, я вдруг увидела, что они же смотрят на меня в ответ Вот это не просто какие-то безликие цветные пятна Да, и что я понимаю, что это вот эта коммуникация А я на самом деле не была к ней готова И что вот за моей вот этой вот какой-то внешней и дерзостью, и уверенностью И вот каким-то таким умением цепко на всё реагировать Что я в действительности могу очень быстро растеряться И, наверное, я пару раз такое выхватила на каком-то концерте И вот тогда решила, что не буду надевать линзы Сейчас у меня уже нет такой необходимости Потому что приходит наш зритель, мой зритель На которого я могу смотреть так, как я хочу смотреть А он будет так смотреть в ответ на меня И это не будет меня смущать То есть теперь ты не боишься нарваться на какую-то не ту реакцию И теперь, да, я всегда на любой сцене, маленькой или большой Всегда так, чтобы я видела каждого человека Зритель, он вот буквально пару минут назад Мы говорили о том, что каждую минуту вы меняетесь Каждую минуту вы уже другая То есть я так понимаю, что под конец интервью от нас уйдёт другая вера Не такая, которая пришла То есть надо быть к этому готовым Как зритель успевает и как слушатель успевает за вами? У нас слушатель вот тот, который движется вместе с нами И от альбома к альбому И от концерта к концерту И поэтому вообще, ну то есть я встречаюсь с равными себе С такими же, как я У них такой же образ мышления Если они уже понимают наши тексты Значит, во-первых, я уже знаю большую часть историй Которые происходили у них в жизни Если они поддаются этим ритмам Значит, у них есть какая-то определённая свобода в теле Или потребность в этой свободе То есть настолько близко всё между нами происходит Что действительно это там через час общения Вот концерта ты уже прощаешься с очень близкими тебе людьми Тексты, они личные? Да, я не знаю другого способа писать Бывает, что написанный текст Который вы в любом случае пропустили через себя Как-то проживаете это в какой-то момент А потом не хочется исполнять Такое, наверное, редко со мной случалось Только вот с какими-то песнями написаны Там, ну не знаю, 18 лет Ну потому что это совсем далеко И это вот уже настолько про какую-то другую личность А ну да, мы помним, да? Каждую минуту Это уже было целую минуту назад А всё, что написано Ну вот именно за 7 лет существования группы как таковой Я до сих пор исполняю с большой любовью и интересом Потому что я не пою про ту историю уже То есть я уже прожила какой-то период времени Я могу уже петь про другого человека, например, эту же песню Или я могу вообще переосмыслить это всё То есть оно живёт Ну точно так же, как, не знаю, в школе читали письмо Татьяны И вы думали, что Татьяна такая А потом вы вот сейчас, если уже взрослый, прочитаете Сема немножко Татьяны, да? И совсем будет уже другая история, да Я хотела попросить вас рассказать всё-таки про родителей Потому что, мне кажется, вы росли в очень интересной семье Это вроде такой какой-то, наверное, восточный хлорид, да? При этом современный Расскажите чуть-чуть Вообще, каково это жить с родителями? Кто они у вас для начала? У меня папа Армянин, мама азербайджанка Как они между собой вообще? Да, это изначально, то есть, если кто-то не знает Есть национальный конфликт между этими нациями Это и религиозный конфликт, одни христиане, другие мусульмане И поэтому, в общем-то, даже когда их союз только начинался Когда ещё был Советский Союз, и, в общем-то, это было помягче Всё равно уже тогда на них посматривали косо Было такое, да они не протяну, да? Было такое, слава, мы найдём тебе нормальную армянку То есть, конечно, это всё было И в итоге они оказались на Урале Они до этого жили в Баку, и там случился вот этот конфликт войны И они оказались на Урале То есть, для меня это очень интересная их судьба Люди, которых оторвали от своих корней Которых лишили своего дома, своего места И при этом ещё между собой Они тоже, ну то есть, не являются единым целым, что ли Но они так и не стали одним целым У меня у мамы своя фамилия, у папы своя фамилия И для меня это какая-то норма жизни Для того, что ты не становишься То есть, я никогда не поменяю свою фамилию Потому что у меня нет как бы паттерна такого поведения Я понимаю, что ты есть собой При этом я понимаю, что очень сложно в таких условиях Пытаться вырастить ребёнка в каких-то таких догмах восточных Потому что Сами-то разобраться ещё не можем Да, да, то есть, ты за кого должен быть И поэтому я думаю, что мы с сестрой Вросли в более демократичных условиях Чем, например, исламая маму в Баку Или там мой отец Ну и тем не менее, да, то есть, всё равно, например, театральный Тут же оказался вот табу Ну, это такие попытки Я думаю, что в этом даже больше не табу, а страха Потому что, будем честны, воспитала во мне артиста моя мама Она сделала всё для того, чтобы я была артистом А как это происходило? Вот всё, что я умею читать, писать Любить литературу, анализировать её Это всё моя мама То есть, до сих пор это мой самый главный друг и собеседник С которым я могу обсудить, что я прочитала Или спросить какого-то совета Вот это интерес к слову, умение вести себя Именно я имею в виду сценически Это всё сделала она Она сделала всё А потом, когда увидела, что произошло Очень сильно испугалась И, конечно, хотела это как-то свернуть Всё, да, что вот Нет, вот ты там выйдешь замуж Детей будешь своих учить Но уже не получилось Сейчас моя мама очень рада тому, что Я смогла на этом пути как-то себя найти Она, ну, то есть, даже не то, что сказать Большой поклонник нашего творчества Она большая поддержка всему, что мы делаем Кто первый слушатель? Когда уже песня создана, отрепетирована Композиция Мои музыканты Артём Клименко Вот у меня есть Артём Клименко Он басист, он аранжировщик То есть, вот фактически Весь творческий процесс между нами двумя происходит Хорошо, это если мы говорим Всё-таки о таком профессиональном составе, да, группы Но если песня, композиция, альбом, может быть, уже вышли Уже ушли в люди Ну, разумеется, я в семье по одной песенке Вот как мы что-то создали Сестре, да, маме А вы скидываете полуфабрикат? Смотри, смотри, какой кусочек чудесный Здесь ещё будут басы Тут немножко звук Поменяем тут слова Вот маме можно и сестре можно Потому что я знаю точно, что у них такое же мышление, как у меня Вот знаете, когда ты близкому человеку показываешь какую-то Или рассказываешь историю, ты знаешь, что он видит эту же историю до деталей Он видит этот цвет Вот у меня с моей семьёй вот такие же взаимоотношения И вот с моим басистом тоже А остальным, конечно, нет, остальные дураки Им нельзя полуруботы показывать, они ничего не поймут Ну так сейчас мы не про зрителей, если что Потому что Вера просто мастер рекламировать себя уже просто прям с первых минут Что за майка такая чумовая? У майка никогда не ошибаюсь В конце вместо мягкого знака буква «Б» прям шикарно Это что это? Откуда это? Это я придумала, это мой мерч Мерч нашей группы Я очень не люблю, когда музыкальные группы делают какую-то дешёвую футболку На которой делают какой-то дешёвый логотип своей группы И продают, вот потому что любите нас Я всегда делаю вещи, которые мне нравятся самой То есть ещё немножко дизайнер Да, то есть я сама никак не могла найти футболку, которая бы мне нравилась Чтобы она на плечо спадала, а чтобы при этом было широко и красиво И в общем я сама сделала модель, мы сделали футболки А музыканты тоже так с одним плечом? О нет, мальчики попросили, чтобы без этого Поэтому мальчикам сделала отдельно Без этого, да, всего вот этого Да, да, да Сделала им отдельную модель И там была фраза из нашей песни «Мои слабости сильнее вас» Вот такая должна была быть футболка И мне привезли целый тираж, ну то есть несколько сумок Я счастлива, я потому что очень долго билась вот за тем, чтобы всё было как мне нравится И вот я достаю эту футболку, счастливая, значит, делаю фотографии, выкладываю в Инстаграм И мне пишут «Ой, как здорово!» Только у вас там опечатка, там у вас буквы нет Отлично И то есть там была фраза «Мои слабости сильнее вас», а буквы «Н» нет, сильнее было И у меня начинается истерика Это не заметила я, это не заметил дизайнер, это не заметили печатники У меня огромный тираж бракованных футболок И, ну то есть у меня сначала просто, у меня началась истерика абсолютно вот такая форменная, женская Я валялась на пару, в лу рыдала, написала всем, что я слабое звено Что пусть дальше идут одни, что я их тяну вниз И в общем, когда я успокоилась, я поняла, что ну нет выбора, кроме как бы честной И рассказать обо всем людям Я поделилась с этим в инстаграме, на что мне ребята сказали «Вера, не переживай, мы купим у тебя эти футболки, по себестоимости давай мы заберем, все нормально» В общем, этот тираж раскупили по себестоимости, и у меня появились деньги сделать опять эти футболки Заодно такой пиарчик прошел, да? И мне пришла в голову вот эта идея И то есть в следующий раз я сделала футболок, я никогда не ошибаюсь То все можно покупать, да? Да, я никогда не ошибаюсь с опечаткой Формат, вообще формат песен, музыки, мелодии, он как-то сам приходит? Или вы к нему как-то идете? Или это уже идет по наработанной? Нет, это всегда сначала есть ощущение То есть ты еще не знаешь даже о чем и что Но у тебя есть образ, как что это должно быть И именно как что не на что-то похожее А часто вот ты мыслишь, например, я хочу песню, как будто ты с горки едешь на самокате И я могу... То есть вы так себе представляете? Утром просыпаюсь, хочу песню, как с горки на самокате Да, вот я об этом думаю, вот я понимаю, что вот мне вот не хватает вот этой эмоции И я иногда с Артемом могу поделиться именно вот этим Что я вот сейчас пишу песню, я еще не знаю, какие там слова Но это будет, как будто ты на велосипеде едешь вдоль моря И он меня точно понимает, что нужно И мы через несколько дней просто приходим вместе Я уже приношу мелодию, он уже приносит песню И вот мы собираем Но в этом нет механизма, это всегда чудо Это всегда такой восторг и такой страх, что это больше не повторится Ну то есть это вот какой-то трепет и да, это волшебство Я напоминаю, что у нас в гостях Вера Масаэляна Это солист группы Алоэ Вера, которая 10 мая выступит в квартале ВЭФ со своим концертом Мы тут о музыке уже, мы уже о подизайнерах поговорили, о майках, об ошибках на майках Музыка требует отдыха какого-то от себя? Или она все время в голове, вокруг, на листочках бумаги, на стикерах? Нет, она иногда просто пропадает То есть это не мой выбор, это не мой выбор, что я хочу от нее отдохнуть А что значит пропадает? Просыпаешься утром и не хочется на велосипеде с горы, сочинять ничего, не хочется Так происходит? Наверное да, или вот не хочется слушать Или у тебя появляются какие-то, вот ты думаешь Вот позанимаюсь как интернет-магазином Вот никогда в жизни этого не делала И вот тебе становится это интересно А паники нет? А вдруг она не вернется в музыку? Я думаю, что когда начинается паника, это вот появляется уже желание что-то делать и что-то писать И все уходит на второй план То есть когда мы писали альбом, фактически альбом был написан за две недели Но я отключилась от хоть какой-либо другой деятельности в своей жизни Я даже на репетицию уже не ходила, потому что это тоже все отнимает твои ресурсы, твое время У меня ничего не было, кроме того, что я слушала и создавала музыку То есть вы из категории тех людей, которым можно написать личное сообщение Три дня от вас ни ответа, ни привета, вы сочиняете альбом Если да, если я уже в режиме я сочиняю альбом, мне абсолютно все равно, что там пришло мне в сообщение Потому что это не имеет больше никакого значения А люди не обижаются? Вот нет конфликтов там с близкими, с любимыми, которые вот Я тебе написал, написал, а ты не ответил, вот мы уже тут обидеться успели На самом деле у меня, наверное, не такой большой круг людей И те, которые рядом со мной действительно мои друзья и близкие, они очень хорошо меня знают И вообще в нашем... Вот видите, когда вы говорите про обижаться или про ругаться Для меня это действительно слова, которые очень давно не имеют значения в моей жизни Потому что я не могу представить, чтобы на меня мог кто-то обидеться То есть обидеться за что? Или я на кого-то могла обидеться? То есть я могу... Мы, допустим, договорились о встрече, а человек на встречу не пришел Я даже не подумаю на него обидеться, потому что это его выбор Наверное, что-то в его жизни произошло такое, что ему не так сейчас нужно встречаться со мной Это искренне не будет никакой обиды Но это же на самом деле удобно Можно пропасть на три дня без уважительной причины Потом сказать, я альбом там сочиняла Просто он еще не закончен, да? А для кого это неуважительная причина? Если мне сейчас захотелось пропасть на три дня, наверное, это для меня важнее, чем все остальное Это свобода? Вот, наверное, это единственное, за что я бьюсь в этой жизни, за свободу Это прямо так революционно только что прозвучало А что значит бьетесь за свободу? Вот в чем это выражается? Вам говорят, Вера, давай поженимся Не, я вот на три дня хочу пропасть Они говорят, Вера, давай мы вот альбом сейчас за неделю сочиним Понимаете, важно так, чтобы когда тебе сказали Давай поженимся, я готов принять то, что тебе нужно будет, например, пропасть на три дня Вот это про свободу Прямо шикарно Потому что, наверное, когда я говорю бьешься за свободу Поэтому у нас нет продюсеров Поэтому мы сами организуем все Да, возможно, это не тот рост Возможно, если бы Я, наверное, об этом уже когда-то говорила Что, наверное, за семь лет мы могли бы какие-то огромные залы начать собирать И я бы уже там не переживала Пришли еще пять человек в Риге на концерт или нет Но была бы тогда я свободна так, как я свободна сейчас Вы слышали только что, какой речитатив я вам читала Имела бы я право вот этим тысячам читать те речитативы, которые я хочу читать, а не те, которые удобно продвигать Вот про это, вот свобода, наверное, в этом во всем Сейчас я точно знаю, что я здесь нахожусь только потому, что я хочу здесь находиться И если бы мне не хотелось прийти на этот эфир, меня бы здесь не было И не было бы этого концерта Мы так изначально и подумали, конечно, да Когда мы искали здесь вход И я понимаю, что я сюда несусь на велосипеде И вот потому что мне это все интересно На велосипеде? Ну, сейчас где-то радуется наш мэр Я из Маропы, между прочим, на велосипеде сюда приехала Ничего себе, ну вы же как гость столицы, как вообще ориентируетесь? Я уже давно не настолько гость столицы в Риге Да, потому что два года назад у нас случился первый концерт в Риге И случилась моя любовь в Риге И поэтому я достаточно часто Как домой, как домой, да? Но при этом вот я посмотрела Вы говорили еще о том, что читаете стихи не только свои Вы читаете стихи в том числе достаточно известных поэтов Поэтов Серебряного века Почему? Зачем? У нас был такой концерт-спектакль про мужей-капитанов В котором была определенная история Это можно назвать театр одного актера Но другие персонажи, они все появлялись сообщениями на телефон То есть на экран транслировался телефон И все диалоги происходили этими сообщениями Между ними были песни И также стихи Там были часть моих стихов И часть стихов, которые я люблю Которые в эту историю хорошо вписывались То есть я очень люблю на самом деле использовать Какие-то такие литературные маркеры Которые тебе просто описывают ситуацию целиком То есть я могу прочитать одно стихотворение Бродского Коротенькое И ты сразу понял, о чем речь То есть оно обрисовало всю ситуацию И мы можем двигаться дальше И вот поэтому я использовала вот эти стихи Которые для меня такие знаковые И вписывались в эту историю Ну для меня, допустим Ну, видимо, как для рижанки в том числе Потому что у нас это достаточно новое явление Да, вот такие литературные, стихотворные вечера Какие-то творческие встречи Я к ним так очень осторожно отношусь Я думаю, что не я одна То есть сейчас, на ваш взгляд, это какой-то тренд Набирает оборот И нужно быть готовым к тому, что этого будет еще больше Либо это такое краткосрочное, может быть, явление Я не думаю, что краткосрочное Потому что, во-первых, то, что сейчас так популярен рэп Говорит о том, что слово и рифма, и ритм Становится очень интересен И люди готовы вникать в более сложные даже какие-то конструкции Я иногда читаю тексты каких-то там топовых рэперов И это хорошие слова Они вам иногда бывают очень хорошие Это какие у нас сейчас топовые рэперы? Расскажи Даже того же Оксимирона, там, несколько лет, когда я его не слушаю как музыканта Но я его читала как поэта Да, но у него достаточно хорошие тексты Это хорошие тексты, действительно И людям это интересно У меня на концертах очень часто люди читают свои стихи У меня есть такое Там выходят и читают Да, да То есть у нас бывают тихие концерты, когда такой лиричный И каждый человек может выйти, спеть, прочитать стихи Я вижу, с каким интересом они это делают У нас есть большая проблема в том, что вот эта школьная программа Она тебе стихи и поэзию представляет как что-то очень догматичное И что-то требующее каких-то очень больших усилий, чтобы разобраться в этом Как правило, чтобы его заполнить в первую очередь Да, в действительности стихи это наоборот очень свободное, вольное такое состояние Ты прозой это не можешь сказать, потому что либо засмеют, либо это слишком эмоционально А в стихотворении можешь Наверное, вот так меня учила когда-то читать стихи «Мама» Это просто ты рассказываешь историю Ты просто говоришь про себя Ну, то есть получается, что в стихах возможность, у стихов возможность больше выразить Конечно Ты можешь Несмотря на то, что они заключены в рифм Ты можешь пользоваться образами очень сильными И это тебе дозволяют это сделать Потому что, ну, в прозе мы сейчас так не можем с вами То есть я могу вам сейчас сказать какие-то там три строчки «За окном осина» Я любил немногих, однако сильно И всё И то есть ты уже почувствовал То есть в этом ритме, вот в этом, в этой рифме уже есть большой очень образ Сказано всего три слова У нас осталось на самом деле пару минут до конца эфира Вера, давайте о таком, личном да не личном Что вообще нравится по жизни? От чего получаете вот колоссальный кайф? Пять каких-нибудь вещей Знаете, очень обыденное Условно там чашка кофе на террасе Это не безусловно чашка кофе на террасе Безусловно То есть я большой любитель кофе Я получаю удовольствие от вкусной еды Для меня это очень важно С куртоном, с дефлопе? Нет, именно есть то, что ты хочешь в данный момент Вот именно вот ровно так, как ты хочешь Для меня это очень важно Что если я хочу яблоко, я должна получить зелёное яблоко А не что-то другое, не какой-то заменитель И это очень важная история Я получаю, безусловно, удовольствие от людей И это самый главный подарок в моей жизни Я воспринимаю этот мир только через людей Я не могу просто смотреть на красивое Мне надо смотреть на красивое через призму какого-то человека И с зелёным яблоком какого-то? Да, да, это большой подарок вообще, люди Находиться там, где ты хочешь находиться Вот я знаю, что очень многие люди И я в том числе когда-то тоже Ты как бы всегда находишься где-то Но твои мысли, они либо в прошлом, либо в будущем Либо в том, что ты должен был, а ещё не сделал И вот это большое счастье, когда ты вдруг Оказываешься действительно там, где ты хочешь С тем, с кем ты хочешь В том разговоре, в который тебе интересен Это большое счастье Вот, на этом мы закончим Я напоминаю, что 10 мая группа Алоэ Вера выступит в квартале ВЭВ И в рамках фестиваля Ботаника Поэтому я надеюсь, что мы все дружно будем находиться Там, где мы хотим, с кем мы хотим И в том настроении, в котором мы хотим Всё, хорошего вам дня Мы заканчиваем сегодняшний фиг Спасибо